Добрый день, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Сегодня поговорим об уличном искусстве в Калининграде и в Калининградской области. А в студии Baltic Plus Кирилл Гейнс, ведущий граффити-художник Калининграда. Кирилл, добрый день! Добрый! Ну, если кто-то вдруг не знает вас, то точно знает и видел ваши работы. Да, давайте немножечко такое сделаем в видении. Какие самые ваши известные работы? Ну, не будет секретом. Да и для всех, кто со мной знаком, это у нас город Зеленоградск. Помог в моем развитии и популярности, а именно котики. Как туристы, так и гости. Все мне об этом пишут, говорят, благодарят за котиков. Вот, поэтому всем привет! Я автор котиков в Зеленоградске. Ну, давайте поговорим про то, что было нового в прошлом году. Все-таки котикам уже сколько лет? Несколько? Я думаю, что тут, ну, года четыре, так точно, если не больше. Честно, я каждый раз пытаюсь посчитать, сколько их, каждый раз пытаюсь вспомнить, когда это начал, но каждый раз забываю, почему-то так получается. Так, ну, если мы говорим о том, что было в прошлом году, на самом деле, помимо котиков, было безумное количество работ. Вот, их было настолько много, что я до сих пор не выложил к себе соцсети, не поделился с моими подписчиками работами, которые будут и в этом году. Обязательно отметим, что это прошлогодние. Вот, очень много частных объектов, которые, вот, мы постоянные клиенты, которые открывают новые заведения, дорабатывают старые. Вот, поэтому, если вот так говорить, то очень-очень много работ есть. То есть, зачастую частные заказчики, это именно управляющие ресторанами, барами? Да, и мои очень близкие друзья. Моя работа позволяет знакомиться с очень интересными и, без скромности скажу, влиятельными людьми, которые показывают мне там заведение до его открытия. Когда ты приходишь на закрытые какие-то, ну, вечеринки, наверное, громко сказано будет. Ну, когда вот перед открытием проводят тестовые, о, тестовые открытия, вот. Поэтому это супер, да, удобно. А что касается улиц города, там что-то появилось новое? Да, сейчас, честно говоря, тяжело вспомнить, потому что у меня уже этот год идет, и в этом году просто нереальное что-то планируется, честно говоря, даже страшно. За этот месяц я еще не работал, но, ну, то есть, не рисовал именно, то есть, именно краской не работал, но очень много чего готовится. В прошлом году, блин, из яркого, даже сейчас так, я так и не скажу, надо залезть, опять же, в соцсети, там полистать, и все будет видно. Ну, на этот год какое грандиозное событие-то готовится. На этот год я планирую реализовывать свой авторский проект, который будет по всей области, абсолютно по всей области, чуть ли не в каждом городе, не на каждой дороге. Вот, также планируется несколько огромных объектов по несколько тысяч квадратов. Вот сейчас ведутся переговоры и обсуждается финансирование, и как только будет все одобрено, я всем сообщу. Ну, насколько я знаю, что не все рисунки и граффити нужно делать с разрешения городских властей, да? Некоторые вы наносите просто по желанию. Ну, скажу так, небольшую поправочку, в чем-то вы правы, в чем-то нет. Дело в том, что все работы нужно согласовывать лишь для того, чтобы не получить по шапке, или их потом не закрасили. Ну, есть некоторые художники, которые работают и без разрешения. Наверное, я к таким себя не отношу и сам не отношусь. Но в моем случае, наверное, я сейчас на том этапе, где я могу в любое место, на любую стенку подойти, нарисовать, и мне еще и за это скажут спасибо. Собственно, что я и делал, и делаю, и, скорее всего, буду делать в подарок жителям, жильцам районов, домов или городов в данном случае. Ну, всегда ведь сколько людей, столько и мнений. Вы не сталкивались с какой-то негативной реакцией, что просили даже убрать, закрасить? Так, закрасить нет, но хейт – это очень такая большая часть меня. То есть есть лица художников, с которыми я не в очень хороших отношениях, да, у них свое мнение на мое творчество. Ну, опять же, как вы правильно сказали, сколько людей, столько и мнений, поэтому я отношусь к этому вполне адекватно и нормально. Тут этого не избежать. И были ссоры, и были разногласия, были неприятные ситуации, которые приходилось решать. Поэтому, ну, без этого никуда. Хейт – это развитие. Интересно, а с каким самым негативным комментарием в свою сторону вы встречались? Давайте так скажу. Как и любому человеку, дам совет не запоминать любые негативные комментарии, хейт. Я так и не скажу. Но, наверное, самое неприятное – это где какие-то художники тебя не признают, да? То есть нет, у меня есть друзья, которые обалдеть какие мастера, и они такие, Кирилл, ты молодец, крутой, там, подскажи, дай пример. И в сфере блогинга, да, чтобы там написать пост или что-то выложить, да, обращаются. Хотя я смотрю, думаю, блин, да у тебя работы там нереально, что-то, как ты это вообще делаешь, там, пишешь ему, там, ты крутой. Вот, поэтому, ну, как-то вот так. Скажите, а вы сами зачастую кого-то критикуете? Например, вот вы смотрите на какой-то граффити в городе и думаете, нет, это вандализм, это не искусство. Ну, нет, я стараюсь не критиковать, хотя имею свое мнение. То есть, конечно, я как архитектор по образованию не поддерживаю рисовать там на любой поверхности. У меня были даже проекты, где приходилось отказываться, потому что там вот говорят, вот у нас здесь кабанчик, сделай нам крутую работу. Я говорю, друзья, ну нельзя здесь портить стенку, но это будет явно, ну, не лучше, если мы это сделаем. Вот, поэтому в целом я не критикую, но есть, например, художники, которых я не понимаю, то есть ты там 10 лет рисуешь и никакого роста вообще, никакого ни информационного, ни профессионального. Вот. Есть, конечно, художники, вот Олег Монополи, да, рисует очень простые работы, нереально простые. То есть, там, это может повторить абсолютно любой из нас здесь, но он нереально крутой, нереально дорогой художник, поэтому, ну, респект таким. А как в целом, понятно, что все субъективно отличить, ну, действительно, на стенке нарисовано произведение искусства или просто какая-то любительщина? Ну, смотрите, я так скажу, что здесь искусство, оно не оценивается одним человеком, да, то есть, если работа нравится многим, да, значит, она крутая. Ну, вот котики, да, например, мои мы берем, там не всегда самые сложные работы. Некоторые работы, которые прям, ну, легко сделать, легко кто-то может повторить, но придумать, реализовать, да, вот это что-то и в нужном месте нужную работу сделать, это куда сложнее, да. И если работа нравится, то, значит, она крутая, и неважно, кем она выполнена, художником, который второй день рисует или художником, который второй десяток рисует, да, то есть, тут это, я считаю, что оценить любую работу тяжело. Особенно мне, как художнику, то есть, я смотрю, но я вообще по-другому работу вижу. Иногда на свои работы смотришь, не понимаешь вообще, как ты это сделал. То есть, я вот, у меня такие ситуации бывают, я нарисовал такой, стою в конце, думаю, офигеть, это я сделал, ничего себе. Ну, раз уж мы заговорили про котиков, их в народе еще называют муралы, скажите, еще планируете создавать котиков? Так, небольшое превью, да, это однозначно, я думаю, что если не в Зелике, то где-нибудь еще, пускай будет моя фишка, есть некоторые музыканты одной песни или актеры одной роли, да, то есть, они там, их стесняются, я недавно с друзьями этот момент обсуждал, да, вот, ну, я решил, ну, если популярно, почему нет, будем дальше развивать, вот. Конечно, помимо котиков у меня еще есть, да, работы и другие большимасштабные, но котики супер, круто выстроили, большое спасибо администрации Зеленоградска за возможность их реализовывать, это большое удовольствие и честь, скажу так, вот. Поэтому, если у нас будет возможность, мы будем реализовывать сейчас, да, обсуждаются возможные новые работы, но пока это не точно подтвержденная информация. Ну, вот недавно разразился скандал по поводу кота Сергея, которого уволили из магазина, может быть, его как-то хотите увековечить, можно сказать? С радостью, если, ну, получится такая возможность, не представляете, сколько ко мне поступает заявок, вот мой котик, вот мой этот, рисуете его, не понимая, что это не все так просто, то есть не любого котика в любом месте можно нарисовать, то есть иногда таких, ну, интересных и смешных присылают, правда, можно было бы изобразить, но тогда просто стеночек не хватит, не то что в зелике, в области не хватит. Ну, вот вы говорили, что 3-4 года уже вашим котам в Зеленоградске, а как часто нужно их подкрашивать и вообще, когда их нужно будет обновлять? Именно поэтому ко мне и обращается администрация, что этого не потребуется. Я даю гарантию от 3 лет и выше, да, но гарантия не на то, чтобы их подкрасить. Возможно, вот я так пример приведу, есть вот яркий-яркий красный цвет, со временем он может превратиться в коричневый, но на рисунок это в целом не влияет, то есть даже люди не заметят этого, что он, цвет поменялся, все будут думать, что он так и есть. Есть работы, которые висят сейчас в Калининграде еще с 2014 года, и приезжая мимо нее, я думаю, блин, как будто вчера еще нарисовано, то есть материалы, которые я использую, они очень-очень качественные и долговечные. Тут уже все зависит от самой стенки. Если, конечно, отвалится кусок кирпича, но тут ничего не спасет. А в студии Baltic Plus Кирилл Гинц, ведущий граффити-художник Калининграда, в завершении первой части интервью мы говорили с вами о том, что мы говорили, во-первых, про зеленоградских котиков, которые стали уже такой фишкой, можно сказать, зеленоградска, и говорили о том, что вы на свои рисунки даете гарантии, что можете смотреть на свои рисунки, которым уже 5-6 лет, даже 8, и они выглядят, как будто вчера вы их нарисовали. В связи с этим вопрос. Вот, понятно, власти других муниципалитетов наверняка видят на качественно выполненную работу. Например, не обращались ли вам со Светлогорска представители, что нарисуйте нам тоже, давайте нам тоже придумаем фишку, как зеленоградский. Крутой вопрос, не поверите. Именно сейчас я веду переговоры, правда, не с администрацией Светлогорска, но с одним из застройщиков, возможно, будет огромный проект и в Светлогорске. Да, он не связан с каким-то маскотом, ну, как котики, собачки или там какой-то персонаж, но тоже большой проект. Как я слышал, в Светлогорске, ну, опять же, это не утвержденная информация, вроде пытаются зайчиков сделать, этим занимаются мои коллеги Серафима. Да, там кролики. Да, вроде как кролики-зайчики. С других муниципалитетов я общался с администрацией, с главами городов, они тоже пытаются придумать какую-то фишку, увидев взрыв зеленоградский. Конечно, уже перегнать, наверное, не получится, но, собственно, я уверен, что если попытаться, то была бы крутая идея, чтобы... Ну, у нас особенная область, особенные города, да, и если в каждом городе делать какую-то свою фишку, то было бы классно, туристы бы кайфанули, да и жители бы тоже рады были. Потому что, конечно, на каждую идею найдется, как и тот, кто ее поддерживает, так и тот, кто ее хейтит. Ну, главное делать. Ну, насколько я знаю, точечно вы уже в муниципалитетах, так сказать, свой след оставили. О, не, я по всей области уже поработал. Абсолютно с каждым муниципалитетом обманываю. Наверное, с Черняховским не получилось еще. Но я думаю, что все впереди, потому что на церемонии награждения профи, на которые я стал лауреатом, могу похвастать. Там были разговоры, я познакомился, что они тоже бы хотели что-то придумать. Но, как всегда, желание – это одно, а реализовать – это совершенно уже другое. А в целом, скажите, вот когда у вас идея какая-то приходит, что-то нарисовать? До реализации сколько времени проходит? Скажем так, мои идеи приходят часто, но на них нет времени, потому что обычно моя работа заключается в том, чтобы помогать другим реализовывать их идеи. Да, ко мне обращаются, говорят, вот стеночка. Кирилл, хотим то, сами не знаем что, хотим так, сами не знаем как. Это, конечно, самое сложное, самое комфортное, когда клиент говорит, вот хотим здесь природу, все, супер, круто делаем природу. Или хотим здесь котиков, все, супер, я уже там придумаю, уже согласовываем. Обычно, опять же, зависит от заказчика. Если все горит, то можно за два дня все это реализовать. Если не горит, то обычно не больше двух недель. Вот в районе двух недель согласовывание эскизы и, там, возможно, реализация. Для многих уличных художников их творчество является таким путем отражения каких-то социальных проблем. У вас есть какая-то такая тема, на которую бы вы хотели высказаться путем искусства слова? Блин, сегодня вы прям точно как будто подготовились. Именно на это и направлен будет мой будущий проект, который планирую реализовать в этом году. Раскрывать всех карт не буду, пускай, чтобы интересно было. Кто хочет, ищите меня в соцсетях, подписывайтесь, буду очень рад. Вот, именно с этой идеей я и планирую реализовать проект. Ну, то есть это какая-то будет социально важная тема, которая заставляет задуматься. Именно, очень много идей будет реализовано именно вот в этом проекте. Так, хорошо, давайте поговорим про материалы, которые помогают делать ваши рисунки долговечными. Что это за материалы и сегодня как вообще с ними обстоят дела? Немножко сносочку такую вот хотел бы добавить, и, может быть, это будет совет многим начинающим художникам, что меня учили как, я еще тогда этого не понимал на архитектурном, говорят, если ты плохой мастер, покупай хорошие материалы. Если ты хороший мастер, ты работаешь с любыми, хоть с углем. И, блин, это реально так работает. Вот на сегодняшний день я могу хоть из... Некрасиво из земли и палок можно нарисовать, да, что угодно. Ну, это дождь пойдет, это все смоется, идут на момент. Да, но именно поэтому сейчас я имею возможность работать качественными профессиональными материалами, чистым акрилом, да, то есть который не выгорает, ничего с ним не происходит, удобное нанесение. Просто для тех, кто понимает, если брать дешевые аэрозольные баллончики, они жутко воняют, они текут, у них нету цвета, они не накладываются. Потому что я работаю аэрозольными баллончиками, если что, да, в основном. И если брать профессиональную краску, то с ней справится даже человек, который неопытный. Вот ко мне клиент говорит, Кирилл, вот что мне делать тут подкрасть? Я говорю, вот берешь мой баллончик, краску я тебе дарю, пользуюсь. Он такой, блин, обалдеть, показывает, ну, хорошо, но если бы он работал любой другой краской, это было бы ужасно. Также, конечно, я работаю и фасадными красками, то есть если это объект больше 200 метров, да, то есть картина 200 метров, ты же не будешь ее баллончиком рисовать, ты там замучишься, да и дорого выйдет. Поэтому ты берешь фасадные краски, краскопульт, который распыляет там в полметра, ты там вот так задуваешь все. Поэтому, ну, акриловые краски, хорошие фасадные материалы, то есть точно я не скажу, там вододисперсионные, ну, не суть, не буду умничать, а то сейчас знатоки засмеют. Вот, я у меня есть материалы, беру качественные, хорошие, поэтому ими работать легко. Ну, материалы сейчас повсеместно подорожали. Нереально подорожали. Сказывается, это на прайсе ваших работ, например. Абсолютно. Дорогие заказчики, не обижайтесь, если цена растет, чтобы вы понимали, лет пять назад баллончик стоил там 200 рублей, а еще раньше 100 рублей, сегодня они по 700 рублей баллон стоят. Вот и считайте, насколько дороже материал стоит. Но я успокою всех, что обычно хороший художник берет не только за материал. Ну, в моем случае так вообще я не за материал беру, я беру за свое время, которое я трачу на работу. Поэтому, ну, материалы я включаю в стоимость, но общая цена работы зависит от моего труда, а не от материалов, которыми я работаю. Материалы однозначно качественные. Я всегда ими работал, и другими, скорее всего, даже не буду пробовать никогда. Поэтому тут чисто опыт. А вот интересно, сколько баллончиков краски ходит на создание, рисунка мурала? Ну, возьмем, например, кота зеленоградского, который вот на спине лежит с бабочкой, чтобы все сейчас это визуализировали себе, да? Вот на него сколько ушло? Ну, я точно не считал, хотя, прошу прощения, пытался считать. Но по-разному. Ну, давайте так, вот как на сегодняшний день профессионал, 50 баллонов вот на него ушло, это полностью. И где-то еще 100 нужно для цветов, то есть вот так, скажем. Какая из ваших работ вам далась сложнее всего? Ну, наверное, опять же, просто котики для более понятного примера было. Я не буду уже говорить о том, что я рисовал на воде, на понтоне, мост окрашивал, то есть который находится в воде. То есть вы представляете, да, я рисовал на плоту, стоя на лестнице на двухметровой высоте, проезжая проходящие лодки, да, они делали эти волны, и ты там шатаешься. Поэтому на сегодняшний день я, как акробат-эквалибрист, могу на лестнице хоть на любой, этот, готов прыгать, падать, если что, хотя высоты боюсь. Ну вот, самый сложный в прошлом году был кот пожарный, да. Нереально неудобное место, очень жарко, приходилось вылазить из люльки прямо на крыше на высоте. Вот, ну, я очень доволен, получилось клево, круто, так что сложностей не боюсь. Наверняка, как вы начали так активно продвигать уличное искусство в области, в Калининграде, появилось очень много желающих этому научиться. Действительно ли это так? И вообще, как вы думаете, как оцениваете потенциал наших калининградских художников? Спасибо, что сказали, что я развивал, потому что для меня это немножко больная тема. Я рисовал тогда, когда не было ни фестивалей, ни художников, я никого не знал. То есть у меня был мой товарищ, который меня научил, и уехал в Питер, и остался здесь один такой. Думаю, ну ладно, буду рисовать. Сначала там бесплатно все дела. И потом начались фестивали, я их проводил, появлялись художники, появлялся интерес. Очень много художников, которые сейчас занимаются, на хорошем очень уровне. Мы встречались в начале пути, где-то я им подсказывал, где-то мне тоже однозначно подсказывали. Вот. И сейчас есть желающие, опять же, небольшая реклама. У меня есть граффити-школа для тех, кто хочет научиться или провести какой-то мастер-класс, или попробовать себя в роли граффити-художника, да. Вот. Обращаются. В основном это дети, с чего это просто умора, когда вот эти молодые пацаны, ты ему даешь баллончик, даешь колпачок, говоришь, не трогать, не одевать. Отворачиваешься на секунду, поворачиваешься, он уже стоит, пшикает. Я говорю, ну куда ты, ты сейчас заляпаешься, а потом твоя мама мне по башке настучит. Вот. Ну, классно. Школа есть, работает. Сейчас вот как раз сезон начинается, теплое время. Можно будет, опять же, для тех, кто хочет, ищите, записывайтесь. С радостью помогу, научу, подскажу, покажу. Как вы думаете, а нужно ли в городе создать какую-то площадку, где вообще каждый сможет прийти и что-то нарисовать? И вообще реально это? Или это? Еще года три назад вы бы меня это спросили. Я бы был сто процентов уверен, что большинство граффити-художников сказали бы, нет, это у нас, как это называется, когда они против системы, да, вот так скажем, да, граффити изначально это и подразумевало, да, когда вот такое чуть-чуть более развитое было. А сейчас, да, было бы круто, наверное, нашлись бы куча народу и ребят, кто хотели бы себя попробовать. Если я не ошибаюсь, помню, скейт-парк есть, ну, я уже просто давно от этого ушел в плане рисования для себя, да, такого вот, поэтому мне тяжело вот так. Я не хожу там с друзьями, там, пошли порисуем. Для меня я, наоборот, посидеть в белой комнате более балдежно, чем вот в какой-то зарисованной, я так не могу, я просто каждый день, когда рисуешь, для тебя уже, ну, рисунок немножко как-то гипертрофируется, ну, не суть. Вот, поэтому, да, было бы круто для тех, кто хочет попробовать научиться площадке. А для тех, кто не знает, где площадки, покупайте USB-листы, конструкцию себе делайте, большой холст, у вас получается 2,5-2,5, и на нем можете рисовать. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Кирилл, хочется у вас узнать, какая ваша главная профессиональная мечта? Скажем так, добиться того, когда моя работа, это не работа ради денег, а когда ты просто кайфуешь и получаешь от этого удовольствие. Собственно, почти к этому пришел. Спасибо вам за интересную беседу, что пришли. В студии «Балтик Плюс» был Кирилл Гейнс, ведущий граффити, художника Ленинграда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.